Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и сегодня я решил пооткрывать наклейки, правда они не мои, я хотел бы огромное спасибо сказать Лаки, который предоставил мне свой аккаунт и возможность открыть данные наклеечки. Ну что ж, сейчас наверное придется с мышкой смотреть, так как она у меня действительно часто провисает, ну ладно, потом может быть исчезнет. В общем, я даже не знаю с чего начать, но давайте в общем начнем капсулу с автографом Gambit Gaming. Ну что ж, давайте-ка открыть, в принципе я думаю цены будут показаны тут сколько всего было потрачено на эти кейсы, точнее наклейки, и вот здесь будет показано сколько я получил денег, ну точнее мой приятен. Ну что ж, открыть капсулу, и давайте посмотрим. Я даже не знаю, купился я или нет, пока что я особо даже не знаю, мне выпал Мау, ну в принципе я не знаю, мне кажется она не самая дешевая. Ну что ж, вырец, ну они все выигрывают примерно одинаково. В общем, давайте откроем команду тех, кого я хотя бы знаю, например Virtus.pro, открыть. Ну и тут, мне кажется, купится Паша Бицепс, ну либо какой-нибудь, не знаю, Снейк, кстати нет, мне кажется только Паша Бицепс, там Бицепс, потому что все остальные, они малоизвестные массы. Ну что ж, давайте смотрим, и Паша Бицепс, и... Блин, почти что, давай, 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 да, отлично, мне кажется, отлично, ребят, это просто великолепно, мне кажется это самая дорогая. В общем, давайте посмотрим. Так, продажная торговая площадка, и посмотрим, вы, по-моему, не увидите, сколько она стоит. А стоит она... Так, сейчас не загрузится. Или, как я понял, она не загрузится, потому что, блин, интернет мой не очень, он, наверное, не способен. Ну, в общем, ладно, вы-то уже увидели, сколько она стоит, я-то посмотрю-то позже. Окей, тогда пока что пропустим, но пока, мне кажется, везет нам. Ладно, давайте-ка, в общем, откроем какие-нибудь маус-портс, я, в принципе, там даже никого практически не знаю, ну, знаю, Ника, Некс, и, в принципе, а Денис, я не знаю. Ну, вот, не знаю, ну, пусть выпьет Ника, он, вроде бы, неплохо играл, когда я смотрел их игры, возможно, это было давно, поэтому я хотел бы, чтобы выпал Ника. И нам попадает Денис, ну, мне кажется, тоже неплохо. Так, на Некс он не переползет, отлично. Мне кажется, тоже накличка довольно-таки недешевая. Отлично, чтобы открыть следующее, ну, давайте-ка еще раз... А, все, окей, давайте откроем тогда... G2 и Esports, и, окей, открываем. Тут, ну, я думаю, что Scream, понятное дело, окупится, и, окей, нет, Shox тоже. Ну, и, в принципе, наверное, ну, хотелось бы Scream, а, понятное дело, его многие знают, поэтому он сейчас, наверное, самый популярный видео он там пролетел уже, и... Так, Shox, ну, ладно, Shox, окей, хотелось бы, конечно, Scream, но что поделать? Shox, так, Shox. Также, ребят, думаю, открыть сегодня два кейсика, небольших таких, и, быть может, выпадет оттуда, что-то прикольное, но это уже в конце. Давайте-ка, в общем, FaceClan, это... Я вообще-то в команде, если честно не знаю, и, думаю, многие из вас тоже. И игроков Fox, по-моему, где-то его слышал о нем. Ну, а больше тут даже никого не знаю, поэтому тут даже если какая-то выпадет там супер-крутая наклейка, мне как-то будет фиолетово пока что, потому что я не знаю их цену. Ну, выпадает Fox, которого я их, в принципе, и знал. Отлично, продолжить. Пока что мне, в принципе, неплохо и везет, как мне кажется. В общем, давайте-ка, логик гейминг, я тоже не знаю, на самом деле, команду. Так, и игроков я тоже ни одного отсюда не знаю, потому что уже я не смотрел, как бы, игры профессиональные. Раньше, да, смотрел, делал ставочки, но сейчас все завязал с этим, по понятным причинам, да? Ну, кого-то скинки закончились. Так вот, выпадает нам Фагби, не знаю, правильно прочел его ник или нет. Ну, ладно. В общем, в общем, в общем, кого бы еще открыть сейчас, чтобы... Ну, в общем, давайте-ка, давайте-ка откроем Сплайс тоже. Команды я этого не знаю. И, в принципе, игроков тоже не знаю. Серьезно, ну, я пока открываю такие менее известные команды, чтобы самый сок оставить под конец. И нам выпадает, так, Джейсон, Джейсон Эр, наверное, я не знаю, как правильно читается его ник. Ну, такая вот роспись, у него такой вот автограф. Окей. И, думаю, идем, идем, идем. Мы, короче, флипсайды. Флипсайдов я на самом деле не люблю, потому что, когда у них был КФ-95, я залил на них, в общем, где-то несколько долларов. И они просрали с КФ-95. И я просрал немало денег. И тут уже, ну, тут только Маркелова знаю, Маркелов, и кто еще? World of Deep нет. Ну, и, в принципе, все. Потому что раньше у них, в том состав, практически, вообще другой был, если не ошибаюсь. Шара там был. Но, опять же, я могу путаться. И Маркелов, да, отлично! Мне кажется, он-то стоит неплохо, там три Маркелова подряд. Маркелов, отлично! Мне кажется, это самая крутая надплейка, которая могла выпасть из-за того, из той капсулы. Так, ну, давайте-ка теперь кого откроем? Думаю, Фнатиков, Алстарс, ну, и, в принципе, Нипов, Нави оставим под конец. Ну, в общем, давайте-ка Team Liquid откроем. Довольно-таки неплохая Симпл. Тут есть Хика. Так, Адриан. Ну, в принципе, Нитро. Ну, мне кажется, что Симпл дороже всех стоит. Или же Хика. Нет, все-таки, наверное, Симпл дороже стоит. И нам выпадает Симпл. Нет, ну, пожалуйста! Ну, в общем, выпал нам Элитш. Я точно не знаю, как произносится ник. Ладно. Не очень удачно, если честно. Хотелось бы больше, конечно, Симпла. Ну, да ладно, что поделать. В общем, Люминосити, это, если я не ошибаюсь, это победители. Ну, и тут, мне кажется, они самые дорогие. Поэтому нет, их оставим под конец, потому что-то они победили турнир. В общем, перейдем, наверное, в Алстарс. Это, по-моему, Фнатики их выиграли. Я особо не смотрел за турниром. Просто иногда там поглядывал в возможности получить какой-нибудь кейс. И вроде бы эта команда выиграла их. Так, тут, в принципе... Кстати, Дюпри нам выпадает. Это, если я не ошибаюсь, раньше команда была ТСМ. Тут два игрока точно было. Каджум, если... Нет, я, в общем, точно не помню. Но Алстарс там достаточно и много было с ТСМ. Окей. Так, что теперь открыть? Все прикольные команды, в принципе, остались. Кстати, Люминосити я не слышал о ней даже. Но, поскольку они победители, откроем их последними. В общем, давайте-ка откроем, наверное, Envia. С того, что на них я немало просрал. Так как... Да, они много, конечно, в игре. Они раньше, по-моему, даже в топ-2 были команды. Но после их, мне кажется, они уже скатились, как говорят некоторые. И тут, конечно же, Кеннис. Лучший авапер мира вообще, как он считался когда-то. Не знаю, как сейчас. В общем, Кеннис, наверное, дорогой будет. Ну, NBK, Dale, Happy и Apex, мне кажется, они не очень дорогие будут. Но, все-таки, давайте-ка. Кеннис, Кеннис, Кеннис. Давай! И нам выпадает Happy. Ну, ладно. В принципе, Happy тоже неплохо. Отлично. Продолжить. И теперь, что открыть? Давайте, в общем, откроем. Наверное, Нипов тоже на них немало просрал. Так. Потому что ставил против них. На Фнатиков они, блин, стирали. Ну, ладно. В общем, тут я даже не знаю. Так, у них, кстати, состав, по-моему, уже поменялся. Фореста только отсюда знаю. И, в принципе, Existence, как он зовут. Нет. Я, короче, только Фореста знаю. Ну, ладно. Давайте-ка, в общем, Форест. Пусть там выпадет. Мне кажется, он тут не самый дешевый будет. И нам выпадает почти, что Фореста. Нет. Нам выпадает Фриберг. Фриберг, наверное, не так он считается. Ну, да ладно. Не знаю такого. Окей. В общем, оставились. Настики и Нави. Ну, на самом деле, мне Нави как-то... Ну, в общем, не очень нравится. Ну, поскольку они тоже играли в финале. Мы их откроем после третиков-натиков. Посмотрим, которые успешно сныли. Тут, конечно же, тут все, в принципе, прикольные. Всех знаю. Ну, конечно, наверное, Полуфтмейстер дороже стоит. Или Кримс. Хотя мне, на самом деле, хотелось бы Джей Ви. Джей Ви самый такой, мне кажется, прикольный игрок. Не с того, что он хорошо играет. Просто он, не знаю, ну, даже... Ну, как это объяснить. Не просто Джей Ви, мне с этой командой больше нравится всех. Но, если по ценовой паническе, мне кажется, что Кримс и Олафмейстер будут дороже. В общем, открываем. И нам выпадает Олафмейстер. Отнышно, мне кажется, это самый дорогой... Дорогой автограф, который есть в этой капсуле. Ну, ладно, не знаю, насколько я ошибаюсь. Так, давайте, в общем, следующим делом... Следующим делом мы приступим к Нави. К Нави, к Нави, к Нави. Ну, тут, понятное дело, наверное, Зев самый дорогой. Ну, а также, в принципе, Гвардиан. Ну, да, наверное, возможно, еще Гвардиан. Э-э-э, не дешевый. Ну, а Флэйм, Эдвард и Сейзит. Я, по-моему, Сейзит вообще не знаю. Недавно, наверное, ступил. Ну, быть может, я его не помню. Так вот, хотелось бы, чтобы выпал Зевс. Но, если не выпал, то Эдвард или Флэйм. Давайте-ка. Хотя, можно и Гвардиана. Не знаю, Гвардиан, короче, или Зевс. Ну, Зевс давай. Мне кажется, по ценел будет самый дорогой. Давай, там он принтал. Нет, ну, блин, почти что упадает этот чувак, которого даже не знаю. Мне кажется, он самый дешевый. Ох, печально. Это, конечно, печально. Но у нас есть еще одна капсула Нави. Поэтому давайте еще раз. Безразличные воды, безразличных слов. Давайте, Зевс, прям. Зевс, давай. Давай, Зевс. Да, давай, отлично. Стой, стой. Хорош, хорош. Зевс, великолепно. Мне кажется, Зевс самый дорогой был. Великолепно. Да, нет. Отлично. В общем, вы открываем, мне выносите. Я вообще тут, наверное, никого не знаю. Так, ну, разумеет. Нет, никого не знаю. Серьезно. И, возможно, они даже не выходили. Но, как мне кажется, они вроде бы взяли. Ну, ладно. Давайте, конечно, посмотрим. Она попадает вверх. Не знаю, хорошо это или плохо, потому что серьезно. Без планеты. Эта команда, не знаю. Опять же, еще раз меняюсь за мышку. Так вот, я пробовал ее убрать. Не получается, но все равно появляется. Я заметил на видео, это у многих такая проблема. Окей, давайте-ка, в общем, еще один кейсик. Точнее, кейсик. Капсул открываем. И, не знаю, ну, этих фалум, то есть, нам выпадет. Фалум. Ну, нет, нам еще раз попадает ферр. Если в первый раз, то тоже ферр выпал. Так. Так, ну, да, два фера. В общем, в общем, в общем, у нас осталось, в принципе, самое такое вкусненькое. Это капсула с автографом претендента, да. Тут, в принципе, нам может выпасть очень много. И качество у них лучше. Ну, что ж, давайте-ка открыть. Тут просто мы видим кучу различных. Ну, не знаю, кого я хочу. В принципе, наверное, вообще все равно, потому что даже всех смотреть, искать там еще не мелким шрифтом. Давайте просто открыть капсулу. Тут уже и разным цветом они. Она поинтереснее, мне кажется, будет. И выпадает нам, короче, металлическая... Блин, а я не увидел, как Элигг. Я, в общем, не знаю такого. Серьезно. Ну, ладно. MLG. Колумбия за 1016. Великолепно. Вот так вот, в принципе, мы открыли дофигища, я так сказал бы, наклеек. Не знаю, мне кажется. Мне кажется, что в минус мы не ушли, так как нам выпал и Зевс, и Олафмейстер, и Маркелов, и кто еще. В принципе, даже Дюпри, мне кажется, не дешевый. Также Паша Бицепс. Мне кажется, Паша Бицепс в прошлом году, когда я сам открывал своего аккаунта, Паша Бицепс, он был одним из самых дорогих. И мне кажется, давайте еще раз попробую посмотреть, если получится. Нет, он не пишет, короче, эрра, ошибка. Ну, ладно, значит, не судьба. Окей. И давайте-ка откроем, в общем, два кейсика от CSGO. Давайте. И, в общем, ребят, тоже такой вот конфуз небольшой случился, по-насчет этих кейсов. Пал не я, а мой приятель, я им об этом не говорил. И, в принципе, он тоже купил кейсы от CSGO. Ну, мы исправили этот нюанс. И теперь давайте-ка откроем два кейса прорыв. Ну что ж, давайте-ка открыть, покупаем ключ. Так, идет покупка. Так, подтверждаем ее. Авторизовать. Отлично. И все, сделка совершена. Наслаждайтесь, все отлично. Конечно, насладимся. В общем, давайте-ка. Хочу, конечно, нож-бабочку. Хоть это он будет и не мой, но все равно, представляете? Ну, скорее всего, нож не выпадет. Ладно, давайте-ка. И сейчас одна синева летит, там, за исключением нескольких. Блин, клок пролетел. Ну, хотя бы P250 сверхновая. Так, новая, то есть, не синева, и то, и плохо. Сейчас у нас есть еще один шанс, качество, по-моему, хорошее. Там, где-то, наверное, подобие прямо завода. Почему он не появился тут вообще? А, я же поставил только контракт кейсы от ключа. Окей, да, попозже глянем. В общем, давайте-ка еще один, так, операции прорыв. Так, открыть. Давайте-ка. Покупаем ключ. Так. Отлично. Как раз хватает. Окей. И, в принципе, сейчас последний шаг. Получить нож-бабочку. Либо хотя бы, хотя я так говорю, либо хотя бы. Ну, в общем, неплохо было получить P90 с Айрекс. Даже, мне кажется, дух воды выглядит неплохо. Ну, а все остальное, оно дешевле будет и не обкупится. Ну, дигл загубок, я сейчас не знаю, сколько он стоит, как птичьи игры. Ну что ж, давайте-ка, в общем, нажимаем на нож, прям затыкаем его весь. Давай, погнали. Ножик, пожалуйста, ножик. И, наверное, нет. И, конечно же, обманывает пучина. Великолепно. Это просто не будет. Новый хоть качественный этажей, но качество, по-моему, средненький. В общем, давайте поставим на всем. Все-все-все. А после помилых и прямо с завода. В общем, мне кажется, сверхновая. Давайте, конечно, посмотрим, сколько она стоит на торговой площадке. И, конечно, рублей, наверное, 30 она будет стоить. Так. В складочку тоже все крутится. И, в общем, она сейчас стоит 33 рубля. И, в общем, кейса мы, конечно, не окупили. Но, ребят, что касается наклеек. На третий, в общем, есть, который дешевле. Но, хорошо, что выпил-выпил. Выпал Паша Бицепс, который стоит 50 рублей. Но, опять же, со временем, мне кажется, что на третий будут дорожать. Потому что их будет все меньше и меньше, знаете, так как все равно кто-нибудь поставит их на какие-нибудь, там, не знаю, рулетки и так далее. И, в принципе, их будет меньше. Поэтому, мне кажется, что они в скором времени подорожают. И лаки не останется ни с чем. Также там, по-моему, дороже стоил Олаф Мейстер, если не ошибаюсь. Ну, это металлическая, она стоит около полдоса. Хотя кейс там стоит, по-моему, в 4 раза дороже. И, в принципе, ребят, такое вот получилось открытие. Доволен я тем, что выпал, как минимум, Паша Бицепс, Маркелов и кто еще. Да, наверное, ну, Зевс он стоит сейчас тоже недорого. Но, мне кажется, что в дальнейшем он тоже может подорожать. И думаю, что на этом все. Хотя бы синева не выпало. То есть, пучина, она вообще там стоит рубля, наверное, 3-4. Так, давайте, в общем... А, я сейчас... А, ну, окей, давайте еще гляну, сколько она стоит тоже. Ну, а также вы уже, наверное, видите цену просто себя. В общем, она стоит там около 7 рублей. В случае, я думал, она стоит даже дешевле, около 2 рублей. И получилось, что где-то за, ну, там, 310 с лишним рублей мы получили... Ах, около 40. Ну, ладно, ребят. В общем, такой вот получился даже open casing, что ли, 2 кейса. И такие вот наклички нам выпали. Думаю, он вам понравился. Если это так, то поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На этом все. С вами был Бурбон. Всем пока.